Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печов. Перед просмотром поставьте лайк, коментацию, а стимул больше снимать для вас видео. Сегодня отвечаю на вопрос, все ли взрывы России, так сказать, зданий, домов являются запланированными? То есть, являются ли они, как сказать, диверсией, не диверсией? Я гадал уже, как говорится, на тему, был ли взрыв того большого центра торгового в Москве. Это был запланированный взрыв, это была не диверсия, как сейчас делают, да? Но остальные, то есть, я сейчас в скид сделал, остальные, да, получается диверсия. Причем мы видим тут интересная особенность, вот три сквали из косточки. Это получается как раз, что тут именно платили деньги огромные, так как в России нищета, да? То есть, денег нет у людей, чтобы даже за квартиру заплатить. Поэтому Украина платит своим же русским, точнее, русским же платит, возможно, через интернет, как-то оплата происходит. И мы видим, что оплата на уничтожение, на поджог, на взрыв, понимаете? То есть, чтобы люди выжить, они соглашаются на это все. И в этом виновата государство само. Вот. Также мы видим очень интересную ситуацию. Так это перевернулось. То есть, это получается, что народ теперь против своего государства идет легко. О каком мы тут патриотизме вообще говорим, лицемерны? Вот. Продались уже, как говорится, я не осуждаю. Продались государственные, это ладно. Но когда народ, я их не осуждаю. Народ я не осуждаю никогда, потому что в этом виновата сама Россия. Не запад, а сама Россия довела свой народ до нищеты, понимаете? То, что людям приходится соглашаться, там, около сто или сколько тысяч, видать, им платят за эти диверсии, понимаете? Выхода нет. Людям жить охотно. На что-то как-то существовать, да? Экономика в дерьме называется. Также мы видим здесь интересную ситуацию. Что это не будет исправляться, как бы ФСБ или какие-то новые структуры, вот, не орали, исправления не будет, мы видим, да? Что народу придется самим спасаться от этого, как-то страховаться, готовиться, выживать из этого, предупреждать друг друга еще что-то, да? Как-то, потому что в данный момент государственные чинухи ни с помощью камер, ни с помощью технологий своих ни хрена спасать народ не будут. Они будут просто говорить, что это, да, хлопки, там, всякая фигня и так далее, да? То есть, любые причины отмазоны. Но в данный момент они, как говорится, ничего делать не будут. Они заняты воровством бабла. Им некогда. Вот видите, отъем бабла у россиян. То есть, они заняты этим, лохотроном. Им некогда. У них более важные дела есть люди, понимаете? Поэтому спасайте себя, как хотите, называется. Плюс очень интересно. Во власти в курсе всего этого. Они себя спасают. Свою жопу спасают. Свои государственные чинухи себя спасают. Но народ они спасать не собираются, мы видим. Это только на словах, да? А по-настоящему они спасать не будут. Вот такое вкратце гадание, как говорится. Включайте свои мозги. Будьте уже реалисты. Не живите в фантазиях, как говорится. Реальность такова, какая она есть. И нужно ее признать. И нужно быть готовым. Иначе очнетесь уже на том свете. Ну что ж. Всем удачи. Успех с вами был Александр Печев. Ставьте лайк, комментируйте, постик. Удачи.